я добежал и этому очень рад очень доволен рад что я сумел победить свою я царара свою прям корову такую ленивую внутри у каждого человека есть внутри корова его тело это тело но она просто как животное если животное вот отпустить и хорошо кормить что будет делать животное ничего не будет делать будет жить отдыхать и все и человек он тоже вот у нас у каждого внутри живет вот это вот нефеш беомид животная душа я значит свою животную душу люблю ну как бы стараюсь и и и стараюсь эту животную душу заставить чтобы она служила божественной душе и вот сегодня у нас урок торы посвящается для возвышения души яков бен истраэль яков бен истраэль чтобы была его не шмотат строра бен нишемот ахаим так говорят чтобы его душа была связана с душами живых но кто имеется ввиду живые живые это те кто при жизни они ушли туда это называется живые вот а как стать живым значит живым стать через изучение торы соблюдение заповеди и молитву все вот это вот то что делает нас по настоящему живыми и когда я бегал когда бегал я слушал уникальный урок уникальный прямо урок очень сильно рав аштинази его зовут шнеур аштинази по недельной главе сейчас у нас недельная глава эмор 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 и слова эмор очень странно в туре прямо есть дабер эльбне истраэль лэмор вот так часто очень говорится вышний мошарабейну скажи сынам израиля лэмор говоря значит дабер это дабер это скажи жестко так вот надо вот это делать это дабер да и ли дабер как бы слово говорить на иврите да ли дабер это так вот прям видабер прям само слово звучит прям конкретно бони дабер а ну давай-ка поговорим да вот именно теперь лимор лимор оно как вообще как амур как любовь звучит да лимор это мягко значит и сегодняшняя глава посвящена вот и урок его был посвящен тому что как нужно воспитывать коинов там было законы которые нас не касаются но он говорит это смысл вообще в воспитании детей а так как мы с вами украденные дети все кто воспитывались бывшем советском союзе все вот евреи которые воспитывались в бывшем советском союзе есть у нас потому что я тоже воспитывался бывшем советском союзе аллахический статус аллахический статус это по закону как бы да вот кто мы мы называемся тенок шинишба украденный ребенок то есть раньше воровали детей и продавали в рабство мы знаем очень страшные истории еще в моем детстве говорят что там прям тебя цыгане украдут так пугали детей я помню что вот ходили они были кочующие как бы народ такой да цыгане говорят что они из египта что это те как раз которые эр-эвра которые вышли из египта но потом они ушли кочевать странствовать они сами называют джипсим джипсим как еджипит да джипсим похоже и они ушли потом куда-то там в индию потом из индии они по всему миру ходят интересная такая народ тоже так вот если украли ребенка маугли например да волки его воспитали то он получается маугли если украли его этого ребенка коммунисты то он получился павлик морозов который настолько этот павлик морозов был больше коммунист чем сын своей семьи что он папу своего сдал ради коммунистических идей вот это вот как раз яркий признак того кто называется кто называется украденные дети да эмор эмор глава глава и сегодня у нас четвертая мая четвертая глава мишли сегодня наш урок состоит из двух частей чуть мы поговорим про недельную главу и чуть-чуть мы поговорим про как всегда про мишли так вот и значит мы украденные дети поэтому законы воспитания относятся и к нам мы сами должны внутри воспитывать своего внутреннего ребенка так себе относиться как ребенку и вот значит в этой главе эмор рассказывается что дети нужно с ними говорить мягко мягко и значит им объяснять спокойно разные вещи теперь что интересно что интересно что есть такое слово еще что в торе мы должны быть заирим лизаэр лизаэр это переводится лизаэр это переводится быть быть осторожным теперь и написано что что взрослые должны лизаэр то есть как сказать вот как воспитывали в советском союзе там бабушки осторожно не лезь сюда не лезь сюда не лезь осторожно аккуратно это не трогай положи на место стой значит это называется лизаэр то есть ему все время говорят осторожно да похоже даже слово лизаэр осторожно теперь его трава штинази от имени любавческого рыбы он дает абсолютно абсолютно другое объяснение этому слову лизаэр лизаэр и значит он дает объяснение этому слову что не его надо предостерегать все время ребенка и пугать его что если он не будет выполнять заповеди не будет делать то то будет ему страшно да будет плохо значит его нужно этого ребенка лизаэр еще из такое слово зоар я уверен что вы слышали что сейчас мы приближаемся лакбаумер это это день йорца день ухода из этого мира раби шиман барюхай раби шиман барюхай он написал книгу которая называется зоар зоар это сияние переводится в элеазеир да это сделать заповеди служения всевышнему сделать его сияющим такое дает объяснение любая части раба и от его имени дает объяснение это раф шнеур аштинази шнеур аштинази он говорит когда мы воспитываем детей нужно сделать заповеди сияющими да чтобы ему было интересно красиво чтобы ему было он приходит домой и ему вот это вообще я вам расскажу несколько историй которые он рассказывал чтобы этот принцип высветить да в главе рассказывается как надо воспитывать коинов и он вот все эти законы выводит из воспитания священников которые еще более строго воспитаны чем все остальные евреи они должны были на них наложено еще больше ограничений еще больше каких-то сложностей очень рассказывал он такую историю значит в городе вена в 1920-х там плюс-минус годах в ортодоксальной еврейской семье была девочка одна и эта девочка она очень обладала уникальным голосом и в еврейской религиозной ортодоксальной среде женщины не могут петь перед мужчинами а но могут петь перед женщинами и она пела песни перед девочками в школе потом перед женщинами все восхищались у него был невероятный голос вообще которые просто там какая-то чудо раньше же не было ни инстаграма не не вообще интернета в 1920 году и люди очень гнались за какими-то впечатлениями которые они могли получить только в живую там сходить куда-то в оперу оперета какой-нибудь там симфонический оркестр это все у них было то есть все это впечатление на год да если можно не на год на 10 лет и вот значит у него был уникальный красивый голос и один из уже ассимилированных таких евреев которые уже ничего не соблюдали они там как карл маркс например да то есть он уже был совершенно далекая семья от еврейства там первого второго поколения некоторые уже принимали христианство некоторые не принимали некоторые для вида принимали но не соблюдали уже заповеди и один такой ловец талантов он к ней начал значит подкатывать приставать ей говорит все ты будешь звезда оперы ты будешь мировая звезда ты будешь я тебе вот тебе деньги вот и все что ты хочешь подписываем контракт и ты мировая знаменитость все и она значит плачет и не знает что делать и она понимает что если она будет в религиозной среде то что то ну она мама и все а тут у нее талант а талант как как известно он требует выражения и она была в очень больших сомнениях и вот она пришла крови ну крови ну который был то время в вене был рэбэ я не помню как звали один из хасидских рэбэ и она к нему пришла и его рассказала ему вот эти свои сомнения он ей говорит скажи пожалуйста что конкретно ты хочешь в жизни что для тебя важно она говорит честно я хочу чтобы много восхищались я хочу славы и признания это то что я хочу он ей говорит если ты откажешься от этого предложения и ты не пойдешь в в эту оперу и ты останешься в еврейской религиозной среде ортодоксальная женщина выйдет замуж все то то я тебе даю благословение что твой сын будет будет слава его будет на все на весь еврейский мир ну и ты как его мама прославишься в заслугу того что ты откажешься сейчас от своей славы она подумала подумала и сказала конечно согласилась вышла замуж родила сына и потом она сыну когда у него была бармицва она ему сказала сына говорит учи хорошо тору потому что я ради этого отказалась от всего вообще от все ну от всего что может быть в жизни такого притягательного и ради тора и ради того чтобы чтобы ты был калмитка хам и сын этот начал учиться это получился из него эта история про рава шмуль вознер рав шмуль вознер он в 30-е годы приехал в израиль он написал в общем он один из самых великих раввинов последних поколений когда он умер пришло на похороны его более ста тысяч человек и его слава огромной и он всегда говорил что это в заслугу моей мамы в на уроке было даже и имя я не помню сейчас как как ее звали почему-то у меня вылетела но это была мама рав шмуля вознера и это слова она навечно то есть вот то что мы сегодня делаем лейлу нишама яков бен исраиль это мы делаем урок на котором сейчас присутствует там около ста человек в живую если вместе на мы телеграм и фейсбук посмотрят этот урок две тысячи человек я надеюсь если мы поделимся друг с другом со своими друзьями знакомыми поделимся в разные группы иврестия теперь но но это там ну две тысячи человек урок у него сто тысяч человек пришли на похороны его книги они в еврейском мире считаются одни самых главных по аллахе по закону то есть мы видим что вот то та сила мы же жизнь как мы рассматриваем если рассматривать только этот мир это одно если рассматривать еще короче да украл выпил в тюрьму знаете как ну зато насладился быстро быстро сгорел знаете как эти самые были ну то есть жалко их реально талантище там высоцкий талант талант но быстро сгорел умер от наркотиков от алкоголизма все вот эти вот быстро уходили очень жалко теперь если мы рассматриваем в краткосрочной перспективе это одно если мы рассматриваем жизнь как этот этот путь до который мы здесь проходим в этом мире это мы готовим для себя следующий этап в духовном мире тогда понятное дело что выбор очевиден в сторону в сторону торы теперь как воспитывать детей воспитывать детей что тора это самое важное воспитывать детей воспитывать себя что тора это реально самое важное самое красивое самое прекрасное самое такое как говорил царь соломон что приятны пути торы они реально приятны просто вопрос как ним относиться и видеть эту красоту или не видеть но это опять же вопрос пессимиста и оптимиста интерпретации, то есть пессимист, он все интерпретирует в минус оптимист в плюс тот, кто любит Тору, он интерпретирует все в плюс, какая красота тот, кто не любит в минус и то же самое, коины, священники они были разные были разные священники и были, которым это было тяжело и они приходили домой и говорили ой, тяжелая у меня работа вообще вот я, значит, все время этих жертв, это крови все время мне надо этих туши резать кушать, люди приходят эти аллот, все сожжения а другой коин приходит домой говорит детям, вау, вы знаете сегодня мужчина приносил один там жертвы, шламим, благодарственную жертву, за свое спасение, он такую историю рассказал садитесь, слушайте, вот это история значит, потом а тот, который тысячу аллот принес, там вообще, он богат он представляете, миллиард, продал стартап миллиард, заработал, и во славу Всевышнего, какой хороший человек, да то есть, все все вопрос интерпретации и в воспитании, самое важное это мягкость, эмор, то есть без давления, без то, что называется то, что называется кфеодати, да, без вот такого жесткого, и значит и чтобы было это красиво, весело приятно, соблюдать заповеди и сегодня у нас четвертая глава, это мы понедельник чуть поговорили, и сегодня у нас четвертая глава Мишлей, открываем книжечку, очень советую красивая книжечка, видите, чем мне нравится в этой книжке еще, у нее есть веревочка-закладочка, это очень очень приятная деталь, потому что ты можешь спокойненько закладывать себе, в шаббат, например, да четвертая глава, вот значит, давайте посмотрим, найдем в четвертой главе, что это такое, что очень будет так ну вот, сразу же второй отрывок первый отрывок такой, слушайте сыновья мусар-ав наставления папы в акшиву лядаат бина, и послушайте, лякшива, это как принимайте, да, слушайте внимательно, чтобы познать бина, это причина следственной связи бина, это от слова строительства как интеллект строит мир, так же бина, это слово сообразительность, да, умение делать выводы и второй отрывок, он очень важный тилекахтов на татилахем бог говорит через царя Самона лекахтов это доброе учение дал я вам торати тору мою альта азову тору мою не оставляйте ее вот эта вот добавка не просто вам дал тору а бог говорит тору мою то есть как коммуницируют например люди, да люди коммуницируют если я хочу с Ликой Катамадзе вступить в коммуникацию то у нас есть только одна одна возможность я Лите Катамадзе говорю что-то от себя Лика Катамадзе слушает и воспринимает потом Лика Катамадзе говорит мне я слушаю и воспринимаю теперь то что говорю я это это моя информация которую я передаю Лите и в ее восприятии я это и есть информация но давайте представим ситуацию Лика меня никогда не видела и ей просто передают мои уроки аудиозаписи например да вот она слушает аудиозаписи и у нее внутри выходит нити образ да что вот есть нити цхак который где-то там проводит уроки в Иерусалиме и он значит вот он говорит такие вещи такие и такие и теперь если потом мы встретимся она говорит вы знаете цхак я например в вашу уроки слушала все 10 из 10 я говорю Лика вообще я очень благодарен и у меня я понимаю что действительно я для Лики важен теперь здесь Бог говорит еврейскому народу и всем кто хотят слушать Слово Всевышнего учение доброе именно леках то в доброе учение отдал я вам то рати тору мою то есть мы Бога не видим мы Бога не способны воспринять но тора его это и есть это и есть Всевышний да тора ти тору мою не оставляйте ее так дальше дальше в шестом отрывке он говорит такую вещь аль тазвеа в эти шмереха не оставляй тору и она тебя будет охранять эа веа люби ее в эти цреха люби ее и она будет оберегать тебя то есть тору можно просто просто послушать это приятно уже хорошо то есть это взаимодействие со Всевышним второе можно запомнить можно делать выполнять и разные можно любить тору это когда ты с ней вообще соединяешься любовь это соединение это аава на иврите да это значит дематрия слова числовое значение слово аава ее как бы глубинное значение математическое такое как программное аава ее числовое значение 13 да 13 эхат слово 1 его числовое значение алифхеддалет тоже 13 то есть любовь это то что создает единство вот я люблю кофе мне жена сделала кофе я вот пришел с марафона и думаю что я больше всего хочу воду я уже попил сразу а больше всего хочу кофе вот я говорю я люблю кофе да вот видите она чашки мне дала любимому что значит я люблю кофе я соединяюсь с кофе я люблю с ним соединиться в одно целое вот я сейчас с кофе слился прямо вообще в одно целое с кофе теперь тот кто любит тору он ее любит он с ней соединяется и она начинает его охранять она начинает его оберегать он уже не будет ни с тем ругаться он уже ни у кого ничего не украдет он не будет обижаться он будет воспитывать детей в духе торы и так далее дальше седьмой отрывок решит хохма кнехохма прежде всего в начале приобрети хохму хохма это божественная мудрость это то что мы получили от пророков вот то что мы сейчас даже изучаем Мишле или это аксиомы кто-то может сказать а я не знаю может не аксиомы ну может не аксиомы ну хорошо иди тогда читай газету правда то есть к ним надо относиться как к аксиомам то есть есть божественная мудрость слова пророков и ты можешь сказать нет ладно это для меня не система ну не система не система а что для тебя система и вот тут человек он если он копнет он поймет что он на песте стоит потому что любая система базируется на том что кто-то ее придумал а во что ты веришь ну я материалист а кто ты такой материалист откуда ты материализм свой взял ну скажи нам пару аксиом материалиста ну скажи я значит я обезьяна развитая кто доказал кто сказал Карл Маркс не Карл Маркс сказал это Дарвин сказал Дарвин сказал и назвал теорема что у него идея такая то есть ты базируешься значит на идее Дарвина ты значит ты хасид Дарвина вот так вот все значит кто верит что человек это обезьяна они хасиды Дарвина они просто верующие люди которые поверили в теорему Дарвина в теорию Тот, кто хочет учить Тору, вначале он должен принять аксиомы Торы Кне Хахма, приобрети Хахму, это седьмой отрывок Убеколь Тинья Неха и во всех приобретениях Кне Бина Везде ты приобретай сообразительность То есть смотри на причинно-следственные связи Бина это весь мир построен из наших с вами мыслей о мире То есть та реальность, в которой человек находится Это следствие его, вот этих вот он себе построил Если то, значит то Если любит, значит бьет или не бьет Если мне жена кофе принесла, значит любит Все, отлично Понятно, да, идея? То есть в каждом действии ты отслеживаешь свои вот эти вот бина Причинно-следственные связи И тогда у тебя будет все время картинка Откуда что идет и куда все движет И последнее, давайте какой-то последний отрывочек Вот, отлично, на этом закончим, пусть будет благословение Сегодняшний урок для поднятия души Яков Бен Исраэль Красиво, Яков сын Исраэля Это было два имени Якова Яков и Исраэль Яков показывал его земной аспект Ну как бы земной аспект Что находился в этом мире Исраэль Это Яшар-Леэль Это прямо к Богу Или воевал с Богом и с людьми и победил Ну не с Богом, а с ангелами И с людьми и победил, да, Яков То есть он просто поднялся на самые высокие уровни Которые только можно подняться Значит, десятый отрывок Шмабни, говорит царь Самон от имени Бога Слушай, сынок, выках амарай Вот видите, слово связано, то что глава Эмор И возьми мои амарай, возьми мои мягкие слова Возьми амарай Я даже скажу по-другому Шмабни, выках амарай Ваирбули хаш нот хаим И умножатся тебе годы твоей жизни Хаим жизни Вы верите, нет слова жизнь Есть только хаим жизни Жизнь в этом мире и жизнь в мире грядущем И у тебя умножится и жизнь в этом мире И в мире грядущем Вот на этом мы благословение закончим Что именно изучение Торы Приводит к тому, что умножается и эта жизнь И жизнь в мире грядущем Все, спасибо вам огромное, что пришли на урок Чтобы Всевышний вас благословил за то, что вы хотите услышать Слово Всевышнего Узнать И чтобы во всех хороших делах было у вас благословение Выздоровление, кому нужно Благополучие Умножение Кому надо жениться Кому надо помириться Все, напишите, пожалуйста, свои инсайты Очень важно Смысл изучения Торы В двух вещах Награда есть первая за то, что ты пришел И награда вторая за то, что твой Какой у тебя инсайт Что тебе от этого вышло И что ты применил после этого Поэтому, пожалуйста, напишите Что вам стало ясно и понятно И что вы собираетесь с этим сделать Все, удачи, успехов И делимся Делимся уроками Торы Помогаем Становимся партнерами Воикра вы можете взять любой урок Любого лектора И стать партнером Прямо конкретно Дать деньги на продвижение этого урока Вы можете создать свой урок Сказать Я хочу урок по Например, вот такой урок Мы снимем урок Мы поставим его на YouTube Поставим его на продвижение То есть можно быть Не просто слушателем Можно быть другом Воикра Партнером Воикра И спонсором Воикра Тоже можно быть Все, удачи, успехов Счастливо Спасибо